я приветствую вас на своем канале на нем несколько сотен видео в которых я рассказываю как правильно заниматься профилактикой как грамотно проводить лечение тех или иных заболеваний как укреплять иммунитет и вы можете для того чтобы вам проще было разобраться во всем этом многообразии можете подписаться форум подписки видите прямо под видео одним кликом вы подписывайтесь на мой канал и числе первых получаете уведомление о его обновления но сейчас я хочу вам рассказать как себя вести как правильно питаться в холодный период года когда температура в окружающей среде стремится к нулю ниже его что нужно правильно делать чтобы это не нанесло вред вашему здоровью чтобы не обморозится не переохладиться и вследствие этого не зацепить какие-то болезни которые идут следом просто чередой в этом вопросе три самых сложных участка первое как подготовиться перед тем как выйти второе что делать когда вы находитесь таких условиях длительное время и третье что делать когда вы вернулись более теплое помещение и что вы должны сделать чтобы вот не пострадать ну это видео я посвятил потому что делать перед тем как выйти на улицу выйти в достаточно холодные условия первое что вы должны сделать обязательно конечно это очистить кишечник гиена должна быть грязь вы должны вывести из своего организма потому что лишняя интоксикация сложных условиях она наносит дополнительный вред поэтому кишечник вы должны очистить если у вас есть запоры видите контакты можете найти другое видео на эту тему и понять что вам нужно делать чтобы этого не было вот а дальше конечно безусловно вам нужен завтрак что на завтрак вы должны использовать ну безусловно это белковая пища из трех компонентов которые несут энергию больше всего тепла дают белки меньше всего но более растянутого времени это жиры хотя они калорийные более калорийные чем белки в два раза с хвостиком и самые такие простые меньше всего дают тепла и меньше всего пользы в зимний период года это углеводы поэтому по рейтингу безусловно вы должны съесть белковую пищу конечно если вы занимаетесь вегетарианством жестким вегетарианством у вас выбор простой вы должны съесть бобы горов фасоль орехи другие семена там где достаточно в концентрированном виде находятся белки и они помогут поднять обмен веществ вашем организме чтобы вы не замерзли поэтому вариант простой если вы соблюдаете рождественский пост рождественский пост предлагает нам белую рыбу да пожалуйста не вопрос белая рыба только не два раза в неделю а каждый день каждое утро потому что вам нужно обмен веществ подстегивать поддерживать на молодом уровне потому что чем активнее идет обмен веществ и вы моложе если обмен веществ так это затихает сами понимаете чему это все идет поэтому белую рыбу соблюдая рождественский пост вы должны кушать и каждый раз перед выходом в более холодные условия если вы по каким-либо причинам потому что много болезней ограничивают человека не может соблюдать диетические рекомендации поста да вы должны соблюдать какую-то свою диету свое какое-то правильное питание и более безопасные продукты питания те которые остаются вот но они нужны это белое мясо это птица это яйца и это молочные продукты из этого списка его молочные продукты на утро исключил почему потому что вам нужен кальций а кальций с утра плохо усваивается поэтому молочные продукты лучше перенести на вторую половину а вот вариант из трех этих пожалуйста если у вас шикарные почки шикарную суставу конечно можете с утра есть и красное мясо красную рыбу в зимний период года это сложнее потому что там очень много нужно воды употреблять чтобы выводить белковые токсины особенно если вы решились позавтракать телятиной говядиной там больше белковых токсинов нужно больше жидкости на полноценное поведение поэтому белковый завтрак обязательно зависимости от того какие условия вы хотите что вам более приемлемо но без этого вы не имеете права выйти из дома второе что у вас должно быть обязательно это конечно же овощной гарнир конечно если вы соблюдаете жесткое вегетарианство или вегетарианство вас на гарнир может быть и каша не вопрос тут это тоже хороший продукт питания но лучше все таки чтобы это был овощной гарнир по той простой причине что все таки овощи они так клетчатка которая там есть она помогает белкам полноценно перевариться именно вашей пищеварительной системой они тогда будут меньше степени подвергаться гниению гниение в кишечнике это активность патогенной микрофлоры то есть это говорит о том что плохие бактерии съели часть вашей пищи и выдали вам в ответ токсин конечно вы согреетесь но вы получите еще интоксикацию не создайте себе еще одну проблему зачем вам это все нужно поэтому такой вариант должен быть лучше все таки по рейтингу это на гарнир овощи а не каши это не макароны третий компонент обязательно который должен быть это безусловно пряности нельзя есть пищу невкусную конечно если у вас там гастрит гастродонит язвенная болезнь то вы вынуждены себя ограничить во вкусовых ощущениях но если у вас этого нет в состоянии обострения не вопрос вы можете спокойно приправить пищу пряностями во первых она лучше переваривается во вторых пряности дополнительно ускоряют обмен веществ они дополнительно согревают ваш организм и когда вы пряности вот эти съели фактически с едой еда медленно перевариваясь пряности медленно попадают кровь они поддерживают тонус вашего организма на должном уровне заодно вкус пищи вы боретесь с сезонной депрессией потому что вы получаете ваш мозг получает дополнительные стимулы он радуется он доволен что наконец-то вкусная пища попадает его организм автоматически стимулируется работоспособность потому что мы помогли мозгу мы создали для него условия для высокой работоспособности но когда белковая пища будет полноценно переваривание вами не будет сдутия живота урчание и не будут эти газы запахом то это говорит что и ваша иммунная система может быть мышечная система если вам хочется позаниматься в тренажерном зале не вопрос они получили нужное количество аминокислот и они будут полноценно работать вы будете наращивать мышцу в тренажерном зале либо укреплять свой иммунитет потому что холодный период года это еще обострение вирусной бактериальных инфекций то есть вы получаете одновременный бонус еще и здесь чем запивать ну водой безусловно нет потому что белки и вода они совместимы только в кастрюле во время приготовления пищи вода попадает в желудок где находится белковая пища она разводит желудочный сок белковая пища хуже переваривается она лучше гниет это бонус патогенным бактерии может быть листами паразитов в кишечнике если вы их не удаляли в этом году еще но это не бонус вам а вот какие-то кислые соки вы их можете использовать до еды как аперитив можете использовать после еды просто вот в качестве десерта можете съесть какой-то кислого вкуса фрукт какой-то ну скажем так салат сделать такой из кисленьких фруктов не вопрос фрукты кстати могут быть и на гарнир знаете очень хорошо получается белая рыба с фруктовым гарниром надо попробовать с яблоками великолепно вот что еще можно безусловно ну по выбору тут может быть чай кофе но ни в коем случае в горячем виде вот если вы после еды что выпьете чай кофе в горячем виде вот тут возникнет проблема горячая вода попадая в кровь она падает подогревает кровь и стимулирует потоотделение только вы вспотели только вы не угадали с температурой напитка возникает проблема только пошло потоотделение у вас охладилась спина у вас как минимум обострится радикулит как максимум вы еще и рискуете пневмонией до бронхитом не нужно так рисковать поэтому напитки должны быть теплом виде ну одежда знаете главное требование к ней она не должна быть плотной плотно облегать тело почему потому что между одеждой и вами когда находится прослойка воздуха это как раз тот изолятор который сдерживает холод поддерживает тепло не дает вам переохладиться поэтому одежда за быть свободным воздушным но она если ветрено конечно поза быть снаружи плохо воздухопроницаемый то есть ветер не должен вас продавать насквозь такой одежды тогда все прекрасно тогда все отлично если вы идете ветреную погоду морозную погоду конечно не забудьте на открытые части тела нанести какой-то жирный крем это тоже предохранит вашу кожу от фактически переохлаждение еще какой момент обязательно движение если вы вышли и вы какое-то время находитесь в холодных условиях то помогать своему сердцу разносить по организму теплую кровь вы можете только одним путем двигаться поэтому если вы ждете транспорт не стойте на одном месте хотите топчитесь протапливаете там все тропинки что хотите делайте но только не стойте когда вы стоите кровообращения нет потому что давление веса идет и вы как минимум обораживаете ноги только вы начали двигаться вы хотите того или нет вы нажимаете кровь вы выжили кровь и стоп туда пошла новая свежая кровь с теплом и ноги теплые поэтому нужно это обязательно контролировать и фактически если все это вы делаете правильно вы безопасности вот какой компонент тоже не стоит пить кроме патагонных чаек это алкоголь вы знаете это ошибка когда алкоголь пьют с утра ну во первых многие к счастью сидят за рулем и они могут себе это позволить и слава богу те кто просто выпивает алкоголь идет в более суровые условия он очень серьезно рискует алкоголь да он приносит много тепла он согревает организм но алкоголь расширяет сосуды кожи и способствует легкой потере этого тепла здесь вы попадаете сложную ситуацию с одной стороны вам тепло с другой стороны очень быстро это тепло теряете если вы находитесь вне теплого помещения продолжительное время вот тут у вас появляется возможность переохладиться появляется возможность обострить те заболевания которые в организме есть поэтому алкоголь ни в коем случае не стоит пить когда вы идете в более прохладные условия вы не уверены в том что вы в этих условиях будете не больше получаса часа на это время алкоголь может вас согреть а дальше он будет вас охлаждать поэтому нужно это обязательно хорошо контролировать ну пожалуй я рассказал вам все условия которые вам нужно соблюдать для того чтобы правильно подготовиться и выйти в более суровые условия окружающей среды когда там минусовая температура это не самая комфортная температура для вашего здоровья для вашего активного долголетия если вам нужна более подробная информация об этой теме или другие темы вас какие-то интересуют вы видите контакты вы можете по ним легко обратиться а видео на тему как находиться правильно в суровых условиях когда минусовая температура предъявляет вам определенные требования и как правильно вернуться из холодных условий смотрите другие видео на моем канале